Приветствую вас. Это что называется видео, я вас предупреждал и предупреждаю еще раз. Посмотрите, мне прислали такое письмецо, ну на один из там их форумов. Ситуация следующая. Пиздеццо, ну я прочитаю, помогите пожалуйста разобраться. У меня в привате заблокировано на карте 150 тысяч из-за финмониторинга. Требует объяснение и бумаги на происхождение денег. Я просто пиздеццо, не СПД. Что можно написать в объяснителе для банки, если я получал деньги на счет небольшими суммами от различных контрагентов? И как вытащить деньги? Закрыть счет что ли? Заранее? Спасибо. Напоминаю всем, 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 что в последнее время, то есть в последние годы, произошли существенные изменения в работе банка. На сегодняшний момент Гонтарева очень жестко уже встречила понятие так званой рисковой операции. Что это означает? Это означает, что проверяющий ЗМБУ может любую операцию банка признать рисковую, наложить штраф. Это раз. Ну и закрыть банк. Это два. Недавно была телеграмма Рожковой, где она еще раз предупредила, что если банки будут нарушать, это будет плохо. Пофалила некоторые банки за бдительность. И действительно, на сегодняшний момент общаясь с банкирами, некоторые банки говорят, мы вообще не проводим операции в физлиц, если больше, сумма 150. Почему? Зачем? Главная боль. Потому что получается самая классическая операция, а нет гарантии, что тебя не накажут. Понимаете? Приват, соответственно, тоже пытается защитить себя. И по этой причине такая ситуация. Здесь, по большому счету, приват поступил, ну как бюрократ, но по закону, еще раз предупреждаю. Привыкайте к европейским стандартам. В Европе любой платеж, любой платеж, по вашему счету, всегда вызывает подозрение. По этой причине вы должны всегда думать, как вы объясните банку, где вы взяли эти деньги, и зачем вы делаете эту операцию. То же самое касается Украины. Да, у нас сейчас только еще начинает. Можно сказать, ну там в Европе, да, в Европе пожестче. У нас первый этап, оно уже чувствуется. Вот что в данной ситуации человеку надо делать? Первое, например, взять действительно документы, пройти в банк и доказать, что это белые деньги. Документы будут разные. Счет фактуры, договора, письма могут быть. Любые документы, которые будут подтверждать, что это белые деньги. Но обращаю ваше внимание. Если это физлицо, он не может получать деньги, носящие коммерческий характер. За исключением, естественно, если это допускается, ну, то он может получить зарплату, да. Он может получить, к примеру, вознаграждение по договору трудовому. Это может. Он может, в принципе, получить даже вознаграждение за то, что он продал личную вещь. Но это должна быть действительно одна вещь. Но если он ведет коммерческую деятельность, оказывает услуги или оказывает какие-то операции, то здесь возникает проблема. Сразу говорю. По закону банк не имеет права разблокировать счет, если физлицо, не имея, так сказать, оснований, ведет хозяйственную деятельность и не платит налоги. По этой причине предупреждаю всех. Если вы хотите осуществить какую-то операцию через банковский счет, думайте, какие документы вы привозите. Я говорю, это может быть действительно, ну, финпомощь. Пожалуйста, финпомощь допускается. Но если это за доски, за краску, это не допускается. Вы физлицо. Откуда у вас доски, откуда у вас краски? С другой стороны, если вы СПД, вы продаете доски, краска, это логично. Вы поняли? Еще такой вопрос, который сейчас некоторые задают. А вот я, ну, знаете, что для покупки квартиры в Украине необходимо делать безналичную платежку. И были случаи, когда человек, что называется, вносит деньги на счет, проплатит, хап, блокируется. Что? Объясняем. Смотрите. Если сумма сделки больше 150 тысяч гривен, а это так получается, и вы внесли деньги на счет, и в тот же день сделали проплату, банк обязан вас включить финмониторинг и обязан, ну, в зависимости банка, или, ну, скажем, пропустить платеж, или приостановить. Почему? Сумма больше 150 тысяч. В законе написано, если деньги носятся на счеты, в тот же день проплачиваются, а не носят подозрительный характер. Если платеж идет на третий день, финмониторинг не подпадает. Обращаю ваше внимание, на третий день. Ну, простая практика. Вы собирались купить квартиру. Вы внесли деньги за пять дней на счет. В этом случае, когда вы делаете платеж, финмониторинг не существует. Ну, потому что уже пятый день. День в день обязательно финмониторинг. Другая ситуация. Человек, который продавал квартиру, получил деньги, и в тот же день снял, то же самое финмониторинг. Банк может заблокировать. На законных основаниях. Если деньги получаются в день в день, банк и физлица снимают сумму больше 150 тысяч гривен, банк имеет право заблокировать, потому что это считается сомнительной операцией. Опять же ситуация. Если, к примеру, пришли деньги на счет, а вы их зачислили на депозит, без вопросов. Без наличных платеж, без вопросов. Опять же, на третий день, не на второй. Вы сняли. Тоже вопросом не существует, потому что в данном случае финмониторинг уже не работает. Вот так это работает. Мелочь, обращайте внимание. Третий вариант. Ну, все вроде бы нормально. Третий день, банк, подносите договор купли-продажи. Если будет договор купли-продажи, банк обязан будет разблокировать деньги и отдать. Вот такая ситуация. Так что учитесь, как и будет. Еще раз повторяю. Вы даже не представляете, какая-то суперголовная область. Там даже есть лимиты по количеству платежей за месяц. Да, это и есть европейский рынок. Вот эту модель формирует Гонтерево с подачей МВР. Ну, считается, что это более надежно. Может быть.